Прокуратура, МВД, ФСБ, Росприроднадзор, суды и судебные приставы, краевые и местные чиновники. На совещании собрались все те, от кого зависит решение наболевших для Сочи проблем, подчеркнул замполпреда президента в Южном федеральном округе. Злободневными же для курорта считаются проблемы канализования, вернее его отсутствия, и самострои. Два этих фактора и являются причиной загрязнения Черного моря. Причем слив неочищенных стоков на рельеф осуществляется как с новостроек, так и с автомоек. Данные предприятия сегодня стали для курорта притчей во языцах. Работа в городе проделана немалая, вопросы решаются, подчеркивает Гурба. «Водоканал доложил о своей программе, в течение месяца он должен ее скорректировать. То, что он предложил, нас не устроило. Именно с точки зрения прибыльной части, которую он получает, что он будет вкладывать в развитие. И мы поставили задачу, связанную с тем, что они должны первое разделить две функции на усовершенствование системы очистки тех локальных систем, которые существуют у них уже в водоканале, и развитие сети, канализационной сети, которым нужно подключать новые домовладения или те здания, сооружения, которые сегодня не подключены». Незаконное строительство. Здесь претензии как к недобросовестным застройщикам, так и к судебным приставам. Масса судебных решений при остановке незаконных строений просто не выполнена. Об этом замполпредообещал лично доложить главному судебному приставу страны. «Это те люди, которые пытаются в ущерб экологии и той окружающей среде заработать незаконные деньги. Я сегодня еще раз подчеркнул, что без этой объединения еще и формулы невозможно решить эту задачу». Борьбу с самоволками, в том числе по их сносу с последующей компенсацией затрат застройщикам, власти Сочи готовы взять на себя. Только для этого необходимы большие полномочия. Владимир Гурба этот вопрос планирует обсудить с законодателями. «Ответственность за нарушение экологического законодательства практически мизерная, как для физических лиц, так и для юридических лиц. И мы внесли ряд предложений по ужесточению краевого и федерального законодательства в этом направлении. И очень надеемся, что мы будем услышаны». В 2017 году их количество стало 34, если по сравнению с 15, это уменьшение на 72%. Но, тем не менее, они есть. Поэтому мониторинг продолжается. Сегодня же Владимир Гурба провел еще одно совещание, на котором обсудили возможность финансирования программ, призванных решать озвученные проблемы.